здравствуйте уважаемые друзья у нас вечера что он сегодня среда вроде когда или вторник у нас вечер среды как у меня одни все перемежались значит на поездке дня вопрос связанные со здоровьем насколько медицинские проблемы например в частности связанные с перелом позвоночника могут повлиять на иммиграционный процесс на стоимость страховки и так далее значит друзья мои в законе иммиграции на которые вы на которые оглядываются которым руководствуются всеми иммиграционные офицеры четко и ясно написано что мы дескать не будем принимать заявления от тех кто будет требовать слишком много из нашей казны на свое здоровье то есть есть такое понятие как excessive medical demands это значит что если вот допустим вы болеете какими-то болезнями на лечение которых надо тратить там не на десятки сотни тысяч долларов то тогда скорее всего вас завернут в случае если вы являетесь основным аппликантом однако если вы являетесь спонсируемым то есть вы являетесь супругом или ребенком или еще что то то тогда на такие вещи закрывают глаза то есть в данном случае если мы говорим о перелом позвоночника если мы говорим про ситуации когда человек совершенно спокойно работает если мы говорим про ситуацию когда у человека ну по сути нет никаких проблем медицинского характера связанных со своим здоровьем то тогда вам беспокоиться просто не о чем потому что вы абсолютно кристально чисты перед иммиграционными властями и абсолютно скажем так защищены да от каких-либо нападок с их стороны по поводу того что вы там можете быть там несостоятельно здоровы или еще что то если человек работает есть человек платит налоги то никаких проблем для того чтобы эмигрировать для того чтобы получить свой статус в канаде у вас не будет собственно еще раз подчеркиваю что во первых есть такой поехать чрезмерные медицинские расходы на поддержание здоровья человека да и второй момент это то что он существует перечень заболеваний хронических как правило там типа куберкулез там и так далее а забыл вам сказать помимо excessive medical demand есть еще такое понятие как danger for public safety public health то есть если есть какая-то болезнь которая может распространяться тем или иным путем там не знаю неважно воздушно-кабельным путем там еще каким-то половым например как спид вот собственно если такие вот истории есть тогда это тоже может быть причиной а переломы не знаю там какие-то застарелые болячки там и прочее они не могут по закону быть препятствием для того чтобы ваше заявление рассматривали иммиграционные офицеры поэтому расслабьтесь планируйте свою жизнь подавайтесь приезжайте мы вас ждем с ним откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо пока а